Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и обещал своим друзьям подготовить фильм и рассказать об особенностях вязания мушек, которые относятся к категории мини и микро. Вот перед нами имитация бокоплава или чешская нимфа, как ее многие называют. Она выполнена на крючке номер 16. Как вы видите, по сравнению, допустим, с другими нимфочками, детализация здесь уже минимальная. Поэтому в чем основной критерий, который мешает нам? Вот вы видите, здесь, по-моему, или 24-й, я уже не помню, но достаточно мелкий, так как вот в тисочках установлен крючок номер 18. Выполнить какую-либо детализацию на таком крючке проблематично. Поэтому для того, чтобы мы могли чем-то привлечь рыбу, мы должны с вами сымитировать какие-то основные части того насекомого, которое должно привлечь нашу рыбу. Поэтому я специально не стал вам сильно забивать голову очень уж мелкими мушками. Я взял крючок фирмы, достаточно, это не реклама. Я очень часто вяжу на таких крючках. Это крючок номер 18. Можно использовать крючок Тимка 200Р. Можно без, допустим, такого изгиба под Эмеджер использовать Ф-16 фирмы Гамакадсу, Ф-31. Можно в крайнем случае попытаться, допустим, взять любой другой крючок и придать с помощью зажигалки ему форму. Как я отвечал в письмах, вся проблема заключается в том, что очень сложно подобрать какой-либо материал. Давайте мы сейчас немножечко приблизим, чтобы было вам лучше видно. Вот так. И в таком состоянии мы будем уже изготавливать. Вот я еще раз вам покажу разницу между вот этими крючками. И как вы можете заметить, ну сложно что-либо здесь сымитировать. Но для чего мы их вяжем? В основном это для того, чтобы немножечко себя как бы разнообразить в нашей рыбалке. А так, иногда, ну нет, острой необходимости в микромушках, кроме зимней рыбалки. Давайте мы приступим. И я в процессе изготовления вам буду по порядку все рассказывать. Значит, самое первое. Крючок это не проблема. Проблема заключается в том, что необходимо огрузить. Всякие бусинки, шарики и все остальное, они не бывают того диаметра в продаже, чтобы мы могли одеть на крючок номер 16 или 18. Они значительно больше. Можно изготовить голдхэт в таком варианте. Но я хочу изготовить просто нимфу. Такую мелкую имитацию нимфы. Очень часто вы сможете увидеть в интернетах, продаются вот такие всевозможные наборы свинца. Значит, толщина его бывает разная, но самая маленькая это 0,2. Поэтому я обычно еще помимо всего этого беру и пытаюсь, у меня друг мой Олег изготовил, я уже вам показывал это с поршня, вот такой вот инструмент, валик. И я прокатываю свинец листовой. То есть тот, который покупался в аптеке или может приобрестись, или найти, вы найдете где-либо в какой продаже, вот он листовой. Как вы видите, его толщина значительно больше, чем та, которая мне необходима. Поэтому я беру и дополнительно его еще прокатываю. Ну, давайте теперь приступим. Самый важный элемент это нить. Закрепим наш свинец и продолжаем дальше. Значит, я специально намотал так, чтобы можно было сдвинуть в нужное нам место. Поэтому мы будем изготавливать имитацию нимфы, что-то напоминающее веснянку. Поэтому нам желательно, чтобы у колечка оставалось как можно больше свободного места. Поэтому сама огрузка будет у нас только грудки. Буквально пару миллиметров мы с вами не доходим вот так до колечка. Оставляем. И продолжаем дальше. Обязательно необходимо использовать клей, так как нить мы будем использовать очень скользкую, 100% полиэстер. И переходим к другому моменту. Это толщина. Как вы можете заметить, вот перед вами нить стандартная 6.0. Она у нас достаточно толстая. Фирма очень хорошая. Я очень часто пользуюсь нитками разного производителя. Но 90% считайте, я использую ту нить, которую я уже неоднократно вам показывал. Я к вязанию подготовил сам. Это средней толщины нить. Но она нам подходит для вязания. Есть еще, покажу вам, еще тоньше нить. Это где-то приблизительно 0,015. Вот этой ниткой мы с вами будем работать. Значит, чтобы вы сильно себе не забивали голову по поводу поиска нити, фирма Хэнс выпускает, вот если вы сможете вот так заметить, ее 0,05 толщина. Эта крученая нить состояла из двух прядей. Я распустил ее, ну и вышло где-то 0,22. Но нас всегда выручает, что наша любимая тесьма. Вот которая у нас есть, всевозможная тесьма. Мы можем спокойненько отсюда взять буквально одну прядь. И нам достаточно будет связать нимфу. Если у вас нет такой пряди, но имеются всевозможные вот такие наборы блестящих разных голографических элементов, как вы сможете заметить, вот от длительного лежания на складе или в магазине начинает отслаиваться та нить, которая должна удерживать наш плоский голографический люрекс. Как вы видите, ее толщина достаточно позволяет нам изготовить нашу мушку любую. Нет, воспользуйтесь старыми колготами. Там тоже достаточной толщины нить. Другое что-либо, леску и прочее я не советую, так как, скажу сразу, очень-очень будет проблематично потом вам закрепить все эти элементы. Значит, давайте приступим. Нанесем буквально мы с вами капельку клея на место крепления хвостика и там, где мы сейчас с вами возле колечка закрепим нить. Я беру белую нить. Здесь не имеет значения, мы можем ее подкрашивать. Вот как видите, у меня она была белая, а здесь вот у меня черная. Пару оборотиков закрепили. И вот такими спиральными витками большими я возвращаюсь там, где я начинал крепить свинец. Здесь мы немножечко побольше подмотаем, чтобы поджать наш свинец. Остатки сразу удаляем. Значит, почему я выбрал вот такой крючок еще в дополнение? Они, допустим, имеются крючки и Камасан из серии, допустим, вот 400-я. У них очень короткое цевьё. Какое-либо, допустим, сделать детализацию будет проблематично. У таких, как Тимковский или вот, допустим, Страйк делает хоппер крючки. Здесь несколько удлинено цевьё, и мы можем с вами дополнительно разместить элементы. То есть, наша мушка будет уже более привлекательная. Я возьму буквально прядь нашего пера для хвостика. Очень часто, когда мы с вами изготавливаем, Остаются у нас остатки перьев куриных, Которые вместе с пуховой. Но вот здесь вот эта часть, как вы видите, Достаточно мы еще можем ее использовать в качестве хвостика. Я обычно слегка, так как эта часть не совсем послушная, Подравниваю, слегка увлажнив пальцы, Держу за кончики, и отрывать у нас не получится, Я просто беру, отрезаю. Вот, у нас вышел вот такой импровизированный хвостик. Значит, не отпускаем. Хвостик у нас не должен быть большим, Он должен у нас равняться приблизительно длине грудки. Так как будет трудно нашей рыбе всосать нашу нимфу, Если мы с вами сделаем этот хвостик несколько больше по размеру. У меня остаются вот такие кончики. Как вы видите, если мы будем крепить, Мы дополнительно сделаем объем на нашей мушке. Он нам не нужен. Поэтому я часть отрезаю, Оставляю только лишь ту необходимую часть, Чтобы у меня доходило до свинца. И притяжной петлей, Буквально стараюсь парочка притяжных петель, Подхватить хвостик. Посмотрели. Вот если мы до начала загиба пройдем нашей нитью, Мне будет уже этой величины вполне достаточно. Аккуратненько, чтобы не порвать нашу нить. Придерживаем перо. Следим за тем, чтобы наша нитка была разравнена. И вот так, в таком месте мы оставляем. Вот у нас зачатки уже вроде бы как хвостика мы обозначили. И как вы видите, дошли до уровня начала нашего свинца. Теперь, если мы в качестве сегментирующего элемента и закрепляющего Будем использовать вот ту ширину люрекса, Которая вот она у нас имеется. Ну, сами понимаете, не годится. Мы сильно с вами забьем тело нашим люрексом. Поэтому я вот новогодний дождик, который был, Я слегка потянул. Как вы видите, она вот растянулась и стала в два раза тоньше. Для меня очень годится для сегментирования этот материал. Стараемся закрепить так, чтобы у нас, опять же, было вровень с нашим свинцом. И теперь аккуратненько, разравнивая нить, доходим до того места, где мы оставили наш хвостик. Убираем теперь наш люрекс. Оставляем нить. Если посмотреть внимательно, то желательно, конечно, пройти, подровнять вот эти все элементы. Но любое прохождение нашей ниткой будет дополнительно давать объем. Это нам, ну, не совсем нужно. Поэтому нам достаточно будет того, что вот по этому телу мы все закроем хорошо даббингом. Даббинг – это еще одна проблема, которая существует для вязания каких-либо мушек. Если мы вот поставим два даббинга, возьмем, пусть еще хоть какой-то третий даббинг, это от фирмы Хэнс еще. Как вы видите, волоски отличаются. Здесь вот, допустим, этот, который серый, более мягче, тоньше. Этот несколько грубее. Хотя это все кролик. Допустим, я специально стараюсь как-то подобрать для себя. Вот здесь вообще почти как пух. А в этом, который вот флюо, получается почти как пыль. Но все равно у нас попадаются волосочки более такие грубые. То есть, его стригут, не перебирая мех. Поэтому нам необходимо еще дополнительно для себя подготовить сам даббинг, чтобы мы могли с вами работать. Вот я взял такой нежно-розовый, будем говорить, близкий к фламинго цвет. И будем с вами сейчас изготавливать тело. Желательно соблюсти те пропорции, которые есть у насекомого. Поэтому тело должно у нас быть две трети, грудка одна треть от всего тела. Промазываю ваксой. Можно клеем, как вам будет удобно, что у вас имеется в наличии. Мелкими-мелкими, вот такими порциями, считайте, вот как пыль, я беру и стараюсь так, чтобы у меня волоски были, не было грубых волосков. Вот, сразу же начинаю отсортировывать. Еле-еле касаясь нитки, начинаем прокручивать. Вот, как вы видите, у меня попадается, я сразу убираю. Дополнительно мы еще потом с вами обязательно пройдем и подготовим нашу нить. Обязательно, обязательно, потому что вот все вот такие вот грубые волоски в районе нашего тела, вот как вы видите, они будут нам мешать. Не будет более качественно. Вот я подхватил совсем-совсем немножко. Опускаю бобинодержатель вниз, по часовой, против часовой, это уже не имеет значения. Я прокручиваю свою нить, чтобы у меня подхватился даббинг. Вот, заметно. Значит, оставшиеся те, которые волоски у нас достаточно торчащие, мы потом все уберем. И теперь, значит, чтобы мы не нарушили, придерживаем вот так хвостик, следим за тем, чтобы мы не зацепили наше жало. Вот, как получается, вот такие длинненькие волоски, сразу можно их выдернуть из тела. И не забываем обязательно подкручивать даббинг и нашу нить. И продолжаем выполнять намотку тела. Доходим до грудки, там, где мы ее обозначили. И теперь, вот как вы видите, у меня осталось здесь немножечко. Я стараюсь уже придать небольшую вот такую конусность, уже ближе к грудке, немножко сделать вот такое утолщение. Приблизительно вот так. Оставшееся все мы удаляем. Теперь, что очень-очень важно. Здесь, как всегда, мы сделаем буквально парочку накидных узелков, для того, чтобы, ну, на всякий случай, не убежала наша нитка. Оставляем здесь. Вот, сразу удаляем те волоски, которые более крупные. Для того, чтобы мне дальше было более удобно работать, я для себя сделаю, ну, своего рода, такую небольшую, как стоповую линию. В чем она заключается? Если вы внимательно посмотрите, у меня обмотка идет вот ровно половина тела. То есть, слегка, как бы, непропорционально. Поэтому, я сейчас возьму совсем-совсем немножечко от черного даббинга. Это уже у нас будет начало формирования грудки. И повыдергиваю, ну, самые какие я только смогу найти мелкие из черного даббинга. Опять же, как вы видите, еле-еле-еле-еле-еле. Только лишь наношу на свой, свою нить. И вот здесь нас уже торчащие волоски абсолютно не интересуют. Наоборот, даже это будет хорошо. Оставляем, вот как вы видите, в этом месте нить. Опять сделаем парочку накидных. И эту нить я теперь уже удаляю. Мне понадобится уже моя черная нить, которой я буду работать. Она несколько толще, но значительно крепче. Закрепим ее, чтобы потом не тратить время. Промотаем сразу, сравняем ступенечку, где у нас была возле свинца. Так как сейчас будем крепить очень-очень важные элементы. И опять же, выполним парочку оборотов. Отборотов оставляем. Вот у меня достаточно крепкий люрекс, который я потянул. Если у вас он несколько слабый, и вы сомневаетесь в том, что он долго прослужит. Так как проволоку всевозможную использовать, это проблематично. Вот у меня намотано на катушке, это у меня не хром, толщиной 0.1. Я не хочу использовать его, так как здесь будет проблематично тоже закрепить его. После того, когда мы отломаем излишки. Он несколько грубый в работе. Поэтому, если вы будете использовать другой какой-либо люрекс, можно его промазать клеем. Или, как обычно, я вот беру лак, который имеется прозрачный. Я уже неоднократно показывал. Или же этот же клей гелевый. Но клей должен быть давать нам прозрачную пленку. Поэтому, друзья, чтобы вы не испортили мушку, заранее посмотрите, какая будет у вас пленочка. Я промазываю с той стороны, которая будет у меня касаться моего тела. И стараясь не испачкать руки, начинаю выполнять обмотку. И аккуратненько прошли по нашему черному даббингу. Буквально один оборот будет достаточно в районе грудки, чтобы нам его подкрепить. Остатки сразу удаляем. Я решил изготовить сверху имитацию чехлика. Вот подобрал, насколько у меня была в наборах пленка, которая продается фирмой. Хэнс, она в разной ширине, разной расцветке. Можно другого производителя. Это не является панацеей. И, как вы видите, я вырезал для себя вот небольшой такой уступ, для того, чтобы я мог в дальнейшем закрепить более качественно. И в то же время, вот мы подхватили кончик, парочку буквально оборотов на месте крепления. А теперь я по черному даббингу натягиваю и прохожу, сколько мне необходимо. Вот столько мне приблизительно будет достаточно. Грудку можно изготавливать как из более грубоватого, но желательно, опять же, друзья, следить за тем, чтобы у нас не было очень таких уж грубых толстых волосков. Давайте, как я уже вам показывал в начале, вот я выдергиваю, убираю эти остевые волоски и средний где-то между подпушками беру. Опять мы с вами промажем даббингом. Простите, промажем с вами или ваксой, или клеем и берем теперь уже наш даббинг. Опять, так как я вам уже говорил, повторюсь, выбираем самые такие более-менее тоненькие, чтобы у нас не было скученности материала и в то же время они у нас не сильно выступали. Буквально, буквально вот щепоточку, щепоточку, чтобы тоненькая-тоненькая вышла даббинговая нить. Лучше потом 2-3 раза пройти, чем будет у нас скомканность. Я не промазываю, допустим, клеем. Вот грудку мы должны сделать наполовину больше, чем наше тело. Оставили. И, как вы видите, в районе колечка у нас по-прежнему остается достаточное количество. Слегка увлажню пальцы, я вот торчащие все волоски я удаляю от колечка. И здесь я теперь уже подготавливаю площадку для крепления моих материалов. Оставили. Теперь смотрите. Мы возьмем, буквально переломим нашу пленочку и посмотрим, насколько у нас выходит симпатичная грудка. Достаточно симпатичная. Но нам с вами необходимо теперь обозначить, сделать имитацию лапок. Я очень часто оставляю вот, допустим, перышки, те, которые остаются куриные из наборов, более сухие, вернее, более жесткие, менее жесткие. И оставил вот специально здесь остаток очень-очень мягкого куриного пера, из которого мы с вами сейчас будем изготавливать имитацию лапок. Обязательно. Почему, допустим, я беру это перо? Потому что оно достаточно мягкое и в то же время крепкое. Можно начесать и с грудки имитацию лапок, но я хочу изготовить их именно такими. Что мы с вами сейчас делаем? Как вы видите, длина пера очень-очень большая. Поэтому я подвожу вырез, огибаю мою грудку пером и буквально в районе колечка я делаю пару-тройку без затяжки оборотов. И удерживая теперь перо, чтобы оно у меня не крутилось, начинаю протягивать. и протягиваем мы его до тех пор, пока вот величина, как вы видите, лапок, чтобы соответствовала нашей нимфе, чтобы они не были достаточно большими. Вот приблизительно вот так будет вполне, как вам видно, величины достаточно. нам не нужно разводить влево или вправо их, они сами у нас разойдутся за счет того, что мы создали дабингом конусность. Подготовим обратно, аккуратно наши материалы. вот так годится. Здесь я специально оставляю, допустим, перо еще пока не креплю. Если вы можете найти из скальпа куриное перо, вот в таких наборах бывает, то можно взять, сделать буквально один оборот или же куропатку. Но куропатку сложно найти по такой величине. Можно подтянуть, допустим, пару бородок куропатки, но так как вы меня просили, мы должны использовать то перо, которое мы можем найти у себя дома. Ну, давайте закрепим и продолжим дальше. Чтобы дальше выполнить более качественно головку и нашу мушку, я обычно беру и делаю следующую вот такую операцию. Лаком буквально клей более густой, поэтому он не пропитается. Остатки пера, естественно, мы удалили. Нить не вощим и следим за тем, чтобы мы не сильно попали на наше перо. Но если попадем, это не страшно. Буквально выполнили капельку хорошей, пропитывающего. Вот так точечку. Все. И нам желательно дать, чтобы хорошо-хорошо наши элементы проклеились. Буквально подождем минутку-полторы. Подхватился наш лак, как вы видите. Я сделал следующее. Слегка увлажнил перья пальцами и развел их немножко в разные стороны. Теперь нам необходимо с вами очень-очень главное это нить подкрутить, чтобы она у нас не была ровницей, так как очень важно подвести, даже можно немножко налезть на наши лапки и оставить нить в районе крепления наших лапок, там где осталось перо. Удерживаем, чтобы наша нить никуда не ушла. Берем теперь нашу пленочку, как вы видите, вот аккуратно покажу вам, вот так, чтобы она у нас была строго сверху. И теперь уже все зависит от вашей аккуратности. Держим в натяжку, обязательно прокрутим нить. Один оборот делаем под весом нашей катушки, отпускаем ее. И вот, будучи уже здесь вверху, посмотрите, чтобы у вас оставалось место для крепления, чтобы мы не налезли на наше колечко. Здесь уже выполним пару-тройку оборотов. И теперь самое-самое-самое важное. Я обычно беру переламываю вот так, как вы видите, для того, чтобы можно было закрепить уже окончательно нашу пленку. Учитывая то, что здесь недостаточное количество оборотов, я беру уже наш опять гелевый клей, я неоднократно вам показывал. Если нет, можно использовать секундный клей. Нет, можно нанести капельку лака обязательно на нить, потому что саму головку будет очень потом сложно нам проблематично сформировать. И буквально пару-тройку сантиметров размазывая на скрученной нашей нити клей вот так. И следим за тем, чтобы мы не утянули никуда нашу пленочку. Выполним пару-тройку оборотов перед и по нашей пленке. Как вы видите, у меня еще клей на нитке остался. Поднимаем вверх, не натягиваем и не за один прием аккуратненько это все срезаем. Пока клей еще наш не подхватился, я выполню на месте среза пару оборотов и буквально один оборот, так как у нас уже головка вышла достаточно массивная за счет того, что мы переломили пленку. Если мы делали без пленки, можно было спокойненько сформировать головку и все это закончить. Вот так аккуратненько теперь все это срезаем, подождем пока клей подхватится и приведем в порядок нашу нимфочку. Клей наш уже подсох, я буквально вот сколько мне позволил габариты нанес капельку капельку лака и как вы видите вот такая более-менее симпатичная уловистая у нас нимфочка получилась. Если что, какие вопросы пишите, но желательно друзья мои пишите на фейсбук или по почте, которую я регулярно выставляю в комментариях. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч!